13 августа, 11 часов утра. В спорткомплексе «Заря» очень людно. У эскетимских спортсменов сегодня двойной праздник. Уже по традиции День города совпадает с Днём физкультурника. Программа спортивных мероприятий разнообразная. Парад открытия уже начался. С утра пораньше на спорткомплексе «Заря» собрались любители спорта, чтобы зарядиться позитивом. Сегодня их награждают за высокие достижения. Кроме этого, чествуют тренеров и ветеранов спорта. Естественно, в первую очередь, конечно, я пожелаю здоровья, самое главное. Сегодня были долголетия, кому мы 70 лет вручали. Они наши идеалы, мы на них равняемся, мы на них смотрим. Многие продолжают заниматься. Это, я считаю, очень здорово, что они своим долголетием, своим оптимизмом и нас, естественно, продолжают заново нас думать и мыслить. Я надеюсь, что мы сами будем продолжать эти славные династии города Эскетима. И наше маленькое поколение, которое сегодня было, они, глядя на нас, тоже будут продолжать эти славные династии города Эскетима. А уроки, товарищи, лево, вправо, начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Перед началом соревнований – зарядка со стражами порядка, которую проводят сотрудники отделения ГИБДД. Пара наклонов в сторону, повороты, бег на месте. Прилив сил моментальный, говорят участники. Она проводится в день физкультурника, Всероссийский день физкультурника, а также в целях повышения имиджа сотрудника органов внутренних дел и пропаганда здорового образа жизни. Для проверки своих физических данных каждый выбирает вид спорта по душе. Предлагается настольный теннис, мини-футбол, стритбол, легкая атлетика, волейбол, дартс и многое другое. Сейчас мы находимся в парке культуры отдыха имени Каратеева. С минуты на минуту начнется самое торжественное событие – открытие праздника. Город, строящий города, отмечает 299-ю годовщину. По традиции открывает праздник глава города. Я хочу сегодня от всей души, от администрации города и Совета депутатов, поздравить вас, уважаемые эскетимцы, с этим замечательным праздником. С днём рождения города. И он у нас традиционно совпадает с днём строителя, потому что именно строитель – главный символ нашего города. Пожелания звучат в адрес города и его жителей, и от почётных гостей. За всю ту историю, которую прошёл город, превращаясь в маленьких деревушек, в маленьких населённых пунктах, уже он зарекомендовал сам себя. Зарекомендовал, и на карте появился не просто город районного значения, город областного значения, а на самом деле мощный город с мощнейшим потенциалом. Ну а сегодня же разрешите пожелать всем вам здоровья, добра, развития и новых успехов. С праздником! Мне хочется пожелать, чтобы в каждой семье царило уважение, любовь, и все мы, по большому счёту, очень бережно относились к своему городу. Планы, которые строят сегодня эскетимцы, они громадные, и все мечты должны сбываться. Но эти мечты сбываются, когда люди каждый день, по чуть-чуть, идут к своей мечте, идут к намеченной цели. Вот этого я бы хотела пожелать эскетимцу – добиваться успеха и делать это вместе. Традиция этого дня – присвоение звания почётный гражданин эскетима. Награда вручается только тем жителям, которые много трудились для развития города. В этом году удостоверение получает технический директор цементного завода Владимир Сагайко и главный энергетик завода строительных материалов Владимир Питунин. Почётный знак для особых вклад в развитие цементной промышленности, медаль за трудовую доблесть и памятную медаль за вклад в развитие Новосибирской области. Почётному гражданину вручается удостоверение, знак и денежная премия. Здесь же на главной сцене объявляют победителя конкурса на лучший логотип празднования 300-летия города. Начальник управления культуры презентует зрителям утверждённый символ и поздравляет победительницу. Ей стала Валерия Чумаченко. Победитель вручается диплом победителя и денежная премия за разработку и авторство этого проекта. Это, можно сказать, генеральная репетиция перед 300-летием, которую мы должны встретить на следующий год. На протяжении всего праздничного дня для горожан и гостей города выступление творческих коллективов эскетима. Выступление ансамбля «Русский фрэш» из Барнаула стало для эскетимцев неожиданным сюрпризом. Традиционные русские песни они исполняют в современной обработке. Хотим донести всё-таки до молодёжи, в первую очередь, что русская песня – это клёво, это интересно. Ну и нельзя сейчас песню русскую преподавать традиционно, потому что начинают – ой, гармошка, да. А если вот это всё обыграть, сделать интереснее, костюмы, стразы – это сразу другая картинка. Также в городском парке проходит конкурс граффити. Каждый желающий может подойти сюда и отразить свою любовь к городу красками. Большое полотно, баллончики с яркими красками и, конечно, главная надпись «Мы любим тебя, эскетим». Желающих добавить в картину что-то своё оказалось очень много. Интересно наблюдать за реакцией народа, за какими-то комментариями. Каждый видит своё вообще в любом произведении. С поставленной целью эскетимцы справились. Яркое полотно останется в городском парке даже после праздника. Скажите, как у вас настроение? Что от сегодняшнего праздника ожидается? Настроение, оно, конечно, прекрасное. Всегда праздник – это наш праздник, мы его любим. Поэтому мы рады, конечно. На будущий год будем вообще праздновать очень чудесно. Настроение хорошее. И здесь я замечаю первый раз то, что так весело, то, что много всего. Поздравить я хотела всех близких также. Потом ещё городу пожелать также. Женира и чтобы все были весёлые. Долго жил. Прекрасное настроение. Веселье. Отличное настроение, отличное. Добра, счастья, позитива. Не болеть. Это важно. Настроение отличное. Я хочу поздравить всех моих друзей, которые здесь живут. Ну, Искитим – это прекрасный город. Праздник просто отличный. Мне кажется, это вообще успех. Спасибо всем организаторам, которые это устроили. И я очень люблю Искитим. Поэтому мне… Это действительно праздник сегодня. Основные мероприятия праздничной программы проходят в парке культуры и отдыха имени Каратеева. Внимание горожан привлекают люди в военной форме. Оружие и спецмашина, припаркованное прямо у администрации парка. Наша задача стоит, значит, как и военно-патриотическое направление, так и рассказать в целом о вооружённых силах. Пулемёт, миномёт, автоматы и винтовки – сегодня не только в качестве экспонатов. С боевым оружием можно сфотографироваться, подержать его в руках, посмотреть в прицел. Желающих посидеть за рулём бронеавтомобиля тоже немало. Здесь же любой эскитимец может пройти психологический тест на специальном комплексе. Для военной службы по контракту немаловажное значение имеет психологическое состояние человека. Посмотрим, годна ли я. Оказывается, очерёдность выбора цветов может многое рассказать о человеке. При условии, что сам тестируемый не знаком с психологическими характеристиками по цветовой гамме. Результат получаем в напечатанном виде – морально устойчиво, но нужно больше отдыхать. Большинство эскитимцев, прошедших тест – уравновешенные люди, многие морально готовы к службе. Вообще, в последние дни, в последние месяцы, в годы идёт большая волна, если увидели военно-патриотическое воспитание. Соответственно, люди осознают то, что у нас происходит в стране, в мире, и, соответственно, они понимают свою сопричастность к родине. К обеду в парке становится многолюднее. Начинают работать несколько интерактивных площадок. В одной из них проводится сбор мнений горожан об отношении к эскитиму. От души и даже с юмором отнеслись эскитимцы к этому заданию. Большинство мнений – со знаком «плюс». Потому что он красивый, спокойный. Во-первых, здесь очень уютно. Улицы у нас намного чище, чем в других городах. И спокойнее у нас. Наш город самый родной этот. Это самое главное. Но я хочу поздравить этот город с счастьем и здоровьем. Заревна живет, над землей не спишься. Мимо туч, мимо бед, полетела душа. Проверить свои вокальные способности решились многие. С первой и до последней минуты работы караоке-площадки были желающие что-нибудь исполнить. Правда, собственные предпочтения приходилось сверять с наличием данной песни в музыкальном списке организаторов. Желающих сегодня очень много. Но для участия в конкурсе нужно хотя бы, чтобы вам исполнилось 14 лет. И, конечно же, огромное-огромное желание. Уже время близится к финалу, к окончанию отборочного тура. Но все равно у нас люди идут и идут. Поэтому будем работать, пока все не споют. По условиям конкурса в нем запрещено участвовать профессиональным исполнителям, преподавателям вокального мастерства и людям, зарабатывающим концертной деятельностью. Для Анастасии Голик вокал – это хобби. Говорит, пение вызывает у нее чувство оптимизма. Участвовать в конкурсе Настя не планировала. Настоял папа. Я даже переволновалась и как-то так чуть-чуть сфальшивил. Ну, я думаю, главное – это заряд позитивных эмоций и вообще настроение. Шоколадку получила. Основная масса участников – представительницы слабого пола. Однако победителем стал мужчина. Александр Цвяхин, исполнивший композицию группы «Руки вверх», занял первое место. Дорогие эскетимцы, поздравляем вас с днем города. Желаем всем здоровья, чтобы процветал эскетим лучше, красивее, чтобы был. Я поздравляю весь город эскетим. Желаю всем удачи, здоровья и благополучия всеми. Ну, я желаю нашему городу развития дальнейшего, чтобы наша молодежь была активна и вносила вклад в общее дело для развития эскетаны и лично нашего города. Сейчас эскетимцы плотным кольцом окружили ринга. Все потому, что уже через несколько минут там начнется чемпионат по боксу на Куба города. Это происходит в эскетиме впервые. Сейчас мы поговорим с тренером сборной по боксу в эскетиме Денисом Кинжигалиевым. Итак, Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кто сегодня выступает? Что это за ребята? Какие у них успехи? Ну и вообще, в принципе, о будущем нашего бокса. Ребята еще сейчас после лета отдыхали, еще никто форму не набирал. Сейчас мы только поедем в лагерь, начнем подготовку. Поэтому, я думаю, на фоне того, что они не готовы, будет интересная такая драка. Сегодня на ринг выйдет семь пар боксировать. Начинаем с самых маленьких. Там ребята с 2008 года рождения. Ребята победители многих междугородних турниров, победители области, призеры области. И в последнее время по юношам наши ребята, в числе лидеров, можно сказать, выступают достойно. В этом году у нас по юношам на области пять победителей было. Скажите, у боксеров у всех насы сломаны? Ну, я думаю, если у хороших, то да. Турнир по боксу под открытым небом проводится впервые. Основу для подиума строили 10 человек. По задумке, она не должна сломаться при падении самого тяжелого спортсмена. Обрезки, которые мы собирали, каркас, считайте, чтобы метр на метр заставляли бруски, чтобы опора была жесткая. Выдержит нормально. Народ практически весь стоит на основании, выдерживает. Скитимских боксеров хорошо знают. Несколько лет местные спортсмены считаются серьезными соперниками на чемпионатах областного и российского уровня. Сейчас наш земляк Армен Закарян находится на Олимпийских играх в Бразилии. Большие надежды подают даже самые юные представители этого вида спорта. Победителям спортивные награды вручает Али Кассиров, чемпион Европы по боксу в своей весовой категории. Все более популярной в «Эскитиме» становится и подвижная игра «Твистер». На игровом поле могут одновременно находиться до четырех человек. Соблюдая определенные правила, игрок преследует цель – удержаться и заставить противника принять более сложную позицию, что приведет к его падению и проигрышу. На площадке «Молодость» рулит сегодня главные герои – молодежь. «Молодой «Эскитимец» – это очень жизнерадостный человек. Мы здесь все очень сдружились, очень общительный город. Он хоть и маленький, но все здесь очень дружелюбные, все друг друга знают. «Эскитимец» – это жизнерадостный человек, целеустремленный, который всегда ставит какие-то цели, которые их достигает и всегда добивается их. Но это самый прекрасный, наверное, человек, который есть. «Эскитим» – это прекрасный город, где живут прекрасные люди. И я считаю себя настоящим «Эскитимцем». «Эскитимец» – это человек, который живет в «Эскитиме», который любит свой город. Самые юные участники праздника в день города негласно закреплены за вожатыми. На площадке под названием «Молодость рулит» каждый карапуз имел возможность продемонстрировать свои танцевальные данные. Дети стали самыми активными участниками всех конкурсных площадок. Чего только стоили бурановские бабушки. Вместе с ними плясал весь парк. В творческом поединке на лучшую пародию Матвей Минтиков и Злата Потетюева сорвали шквал аплодисментов и одержали победу в номинации «От пяти до четырнадцати лет». Дуэт пародировал Настю и Потапа. Основная борьба за первое место в конкурсе «Пародия» развернулась в номинации «От пятнадцати до тридцати». Здесь были и Ева Польна, и Айова, и Надежда Кадышева. Для всех участников такое задание в новинку. Конечно, волнение всегда есть у каждого артиста. Без волнения это никак. По итогам конкурса «Пародий» в категории до тридцати победила Кристина Лакиза, она же Надежда Кадышева. А Ольга Николаева с «Пародией» на Елену Степаненко победила в следующей возрастной номинации. Все участники получили специальные призы. Я выросла с четырех лет вообще, расту в городе Искитиме. Когда на сцене танцуют уже внуки, как сегодня у нас произошло, и вот эта солнечная погода, ну это просто, конечно, чудо. Ярким завершением праздника стало световое шоу и фейерверк. Как сказали организаторы, этот день рождения – скромная репетиция предстоящего юбилея. В будущем году городу исполнится 300 лет. КОНЕЦ